Дорогие друзья, приступим ко второй части нашей программы. Я надеюсь, что сегодня мы эту программку-то и закончим. Вы видите, что я сделал здесь пару цилиндров, которые должны поднимать, опускать. Это забрало, по идее. И вот сейчас мне осталось их прикрепить. А сделал их просто, взял большую колбаску, раскатал поменьше, соединил. Вот получились такие цилиндрики, довольно-таки симпатичные. Сейчас я сделаю пару полосок. Закреплю еще вот эти нижние концы. Это вот так. Ну и на этом дело будет закончено. А теперь, дорогие друзья, мастера и мастерицы. Давайте мы сделаем шланги, которые будут выходить из задней части черепа. То есть, вот эти. Допустим, вот такой толщины у нас будет. Сделать ее шлангом, гофрированной, довольно-таки просто. Достаточно иметь вот такую волнистую линеечку. И тогда можно спокойно такие шланги крупные волнистые делать. Ну, вначале надо нам здесь установить вот эти патрубки. Потом уже туда вставлять шланги. Далее нам потребуется еще куча шестеренок здесь, которые я сейчас буду делать с помощью молда. И прежде чем делать вот эту крышку верхнего черепа, я сначала создам вот такой здесь механизм, используя вот эти шестеренки, которые я тонко раскатал. И буду вот здесь их собирать. Сейчас наделаю. Так как у нас, так сказать, фри-хенд, то есть свободное творчество, мы можем и оформлять его как угодно. Что-то отскочила тут одна деталюшка. Не допеклась, наверное. Сейчас мы ее обратно посадим. То есть берем, чтобы под руку попало. Допустим, вначале. Вот такое. Начнем лепить как-нибудь эти шестерни. Большие, маленькие. Соединять их какими-то стрелками. Ну, неважно как, лишь бы было красиво. Не знаю, слышно или нет, но льет. Дождь, дождь льет. Ну, надо-то что. У нас тепло, светло, мух нет. И давайте посмотрим, что я вытащил здесь из своей печки. Что я там запекал. Это я в трубочку такую штуку положил. Закатал. Это будет цилиндр. Вот здесь где-то будет цилиндр. Для этого у меня свое предназначение. Я хочу здесь тоже цилиндр сделать. А это будет сзади. Сейчас аккуратненько снимем. Так. Это будет у меня вот здесь сзади. Сюда будут входить и выходить патрубки. Вы видели, что я просто-напросто на шарике облепил шарик. Так вот. Обрезал. Сделал прорезь вот здесь. Вот так. И обкатал еще такой ребристой текстуркой. Теперь у меня есть желание сделать своему киборгу такой подбитый глазик. То есть полуприкрытый. И я таким образом сейчас сделаю следующее. То есть я накатал на шарик раскатанную глину. Так. Вот. Вот здесь в центре я сейчас сделаю такое углубление. Вот оно. А в нем прорежу щель. То есть глаз будет как бы полуприкрытый теперь. Как подбитый глазик будет. То есть от страшного удара в лоб. У него глазик полуприкрылся. Но уже больше свет не видит. Печально. Отправим печальный глаз запекаться. А сами посмотрим. Так. И вот здесь в принципе давайте сделаем сейчас цилиндрик. Так. Нужны плоскогубцы. Вот они. Вот так. Когда есть трубки всегда легко. Почему? Потому что в эти трубочки можно всегда что-нибудь такое туда поставить. Так. Ну и изобразить тут тоже цилиндр. Который вместо переносица будет служить. Угу. Так. Вот так. И не подумаю, что это нос. В то же время это что-то такое интересное. Ну только покороче надо. Так. Окей. А вот и поршень. Ну давайте сделаем. Проклеим тут где нужно и где не нужно. Где не нужно лучше не надо. И сейчас займёмся этим. Режем. Вот так. И потихонечку, полегонечку начнём её сюда планировать. Так. Вот так. Крутим тут. Главное в этом деле не спешить, а потом уже лишнее обрежем. Ну вот такой первый слой, я думаю что он еще не последний будет. Здесь еще надо, здесь надо сделать. Ну дыру наверно мы сразу сделаем с вами. Такое пробитие. Еще задерем немножко края, чтобы видно было, разрывная штука какая-то попала. Так. Такие щели, трещины, нешуточная штука была, была опущена Металлическому господину, так думаю будет уже более-менее симпатично, запечем, так когда сделали трубочки, запекли их, тоже легко сделать цилиндрик, Единственное, что не надо напрягать особо, иначе порвется, поэтому лучше чуть-чуть сделать поменьше в этом месте, подстрогать, так, все как новое. Итак, сюда, с троганным концом, сюда, так, в это. Так, ну давайте вот этот закрытый печальный глазик сюда и вставим. А потом уже будем дальше с вами думать, что делать. Так, теперь давайте усилим затылок. Вот я тут нарезал такую штуку-дрюку. Отлично. Затылок усилился. Так. Хорошо. Край сгладим. Так, потом я вот здесь поставлю эти. Поэтому здесь нужны дырточки соответствующие. Вот здесь и вот здесь. Так. Все хорошо. Прекрасная маркиза. Ну и заклепки, не забываем заклепочки. Так. Ну и не забудем, конечно, поставить наши выводы для патрубков. Один сюда, один сюда. Кстати, патрубок мы сделаем один. Потому что один он потерял во время войны. Во время боевых действий. Так будет правильно. Но это мы сделаем в самый последний момент. Потому что будет мешать. Так же, как и вот эти. Поставим сюда тоже. Уже в последний момент запчасти. У нас еще есть чем заниматься. Здесь вот эту сделать. И где-то у меня вот я сделал такую штуку-дрюку. Здесь поставлю. А из нее уже будет выпадывать вот объективчик. Сейчас я его сделаю. Допустим. Вот такой кусочек. Сейчас мы его. Так. Объектива сделаем шестереночку. Так. Вот так. Сделаем шестеренку. Чтобы был объектив крутящийся. Момент у него должен быть. Так. Потом воткнем сюда ему шланг. И в глаз. Будет классно. Выпадет такой. Сейчас пока это запечем. Доброе утро, друзья. И мы продолжаем. Ручки чистенькие. Накоточки светленькие. Ну ничего. Сейчас мы это все исправим. То, что вы сейчас видите, как у меня лежит, как маленький бюстгальтер, на самом деле является шаблоном. То есть я сейчас вот так это облепил. Здесь посмотрел, как это должно быть. По идее. И сейчас буду резать шаблон. И впервые буду пробовать несколько другой метод. То есть в чем он заключается. Я хочу сейчас по этому шаблону вырезать. Но в чем заключается новшество. Я возьму сейчас вот эту железяку. И на ней сформирую это все. Сразу же. А потом попытаюсь сюда ее сразу приклеить. В чем проблема? Дело в том, что я хочу жесткую вот эту маску. Если я начну сейчас приклеивать, она будет вся вот такая, вот как вы сейчас видите, похожа на бюстгальтер. сформирую. Поэтому у меня есть желание нагреть ее сейчас, запечь. И в этом положении сюда приклеить. Зажав, может быть, резиночками и запечь. Давайте попробуем, что из этого получится. Если получится, то будет хорошо. Я вам сразу скажу. То есть будет такая профессиональная вещь красивая. сформирую. Может быть, диаметр необходимо поменьше, я не знаю. Он уже будет гнуться. Так, теперь вырежем глаза. Вернее, как я сказал, глазницы. Здесь это уже удобно делать. Так. Чем хорошо, мы сразу можем загладить, то так все профессионально сделать. Красивенько. Никто не догадается, что это мы тут ножиками резали. Я думал, что мы тут, я не знаю, на станке это делали. Я думаю, даже чуть больше мы возьмем. Вот. Такую глазницу. Так как там места совсем мало, я подозреваю, что вот тут нам тоже придется потоньше сделать. Так, теперь задача точно такую же вырезать и здесь. тут можно целую kansчекуين и вот здесь. Вот. Ну, тоже я всячески загладить, разгладить. кисточка резиночка есть так вот что с носом делать я не знаю честно говоря может быть все таки сделать его небольшой такое носовое отверстие типа вот треугольничек такой все таки тем самым как бы намекай мы все сейчас отправлю в печку и посмотрим что будет у нас в результате и пока там эта маска лица запекается давайте сделаем шланги которые вот сюда я думал сначала что я сделал только один но потом мне пришла в голову идея что я здесь смогу шланг подложить так и он поможет мне выставить так как нужно положение черепа то есть вот так мне нужно сделать сейчас очень гофрированную трубку поможет мне в этом это линейка от фима смотрим хорошо получилось с помощью пары иголочек я тут прижал сейчас вклеим патрубки тут у меня выпущенные камеры сейчас тоже туда заклеим поместим так клея не пожалеем так я смотрю вот здесь щель получилось немножко не рассчитал но мы тут сделаем накладку еще у нас парочка вещей осталось которые надо будет приклеить это вот эти держалки ну и в последнюю очередь сначала надо чтобы вот это все схватилось так ставим последние детали тут я хочу сделать полоску что-то тоже от взрыва пострадала от удара в голову так ее загнуть немножко меньше так вот так будет правильно здесь поставим заклепочки так здесь на иголочках сейчас прицепим шарнирчик так с этой стороны ну и пару проводов я еще выведу оттуда отсюда достаточно будет так ну что ж наше изделие вышло последний раз из печки давайте посмотрим что тут получилось я аж небольшой поворотный столик быстренько соорудил чтобы было хорошо видно мою первую скруктуру ну что ж она удалась всяком случае так как я хотел даже не в трех местах немножко лучше ну что я хотел бы ни в подъем как только я хотел бы сказать что я не хотел бы что так кто Продолжение следует... Продолжение следует...